ПОДПИШИСЬ НА КАНЕЦ Анну Микена, ну еще кого? О. А, и Олю, да? Да. Все хорошо. А, и Олю, да? А, и Олю, да? Да. А, и Олю, да? Класс. У тебя уже получается следить за строчкой. Ага. Ситер, тэль ты сынжвады, я? О, да, анген тэль нестийды. Тамақшы кисгелед, я? Олшын, ол өзіне тэтты тосап жасайды, я? Да? Олшын Síрк. Да? Тә, тә, тә? Тә, тә. Тә, тә. Продолжение следует... Куда ты молодец? Я молодец! Артемов! Ты молодец! Кто молодец? Я? Я! 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 Ты молодец! Артема молодец! Артема молодец! Может, бежать? Ты еще хочешь? Еще хочешь? Тетя, перестала нажимать? Ты еще хочешь? Ну, давай еще немножко. У нас есть время еще? Уже половина. Олег, может, чай еще? Не буду, не буду. Таща, протаща! Ну, ну, боковозный участок. Простирай. О-о-о! Таща! 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 Здравствуйте! Я пришла за счастьем, вот мои ладошки. Боженька, ну жаль, поделись немножко. Людям очень важно с мыслью просыпаться, что жива надежда, что нельзя сдаваться. Очередь за счастьем у тебя толпится, но намного больше тех, кто побоится. Очереди этой присоединиться, только ведь им тоже счастье пригодится. Я раздам прохожим счастье по крупинкам, близким и не очень, рыжим и блондинкам, бедным и богатым, лесарям, поэтам. Недостойных счастья в мире просто нет. Да, я привыкла к ребятам, привыкла к общению. Могу коммуникабельно, люблю общаться, люблю подготавливаться, люблю праздники, люблю общаться вместе со всеми, с группой, а не сидеть дома, закрытые, как черное лицо в парамзе. Здесь у нас кабинет трудотерапии, живой уголок. Ну, пока во время карантина мы не принимаем здесь детей. Ну, я продолжаю ухаживать за животными, продолжаю их кормить. Все процедуры с животными продолжают, так сказать, имеют место быть, но уже без детей, к сожалению. Детям очень нравится этот кабинет. Дети приходят очень часто забегать сюда, хотят животных погладить, потрогать. Очень любят черепах, особенно когда они гуляют. Очень любят белок наших, крыс, хомячков. В аквариумы многие стоят, смотрят за рыбками, очень нравится. Нашего Кешу очень любят. Кеша называют его по-разному, его кто-то Дашей зовет, кто-то Кешей зовет, у детей свои имена. Ну, приходится пока детям запрещать. Вот это у нас белка-инвалид. Раньше была здоровая белка, жила вместе со своими друзьями втроем в одной большой клетке. Но случилось несчастье, они подрались и ее укусили в шею. Белка не смогла двигаться, но она что-то еще пыталась делать. Но каждый день я замечал все хуже и хуже ей становится. Отнес к ветеринару. Ветеринар говорит, перекусили нерв. Мы ее обкалывали, мазали. У нее начали гноиться глаза. Очень все плохо было. Мне вообще ветеринар сказал, что, скорее всего, она не выживет. Но вот оклемалась. Стало ей получше. Правда, теперь живет отдельно. К сожалению, в мире животных такая конкуренция. Иногда случаются такие неприятные события. Хорошо, что в мире людей у нас все по-другому. Звучит музыка. Во веселых гусей одессы. Любовь веселых гусей, мои гуси. Ох, прошу. Вот, молодец. Играет тебе руками. Дай пять. Дай пять. Молодец. Первая стадия – это стадия ужаса. Ужаса, стресс, мама. Это родился такой ребенок. Вы знаете, у меня в течение недели у меня глаза не просыхали. Вторая стадия – это стадия депрессии. Да. Вы знаете, я стала от всех закрываться. Я другая. Я стала совершенно другая. Я от всех закрывалась. Мне было стыдно. Я здесь была хорошо одна. У меня все родственники. Все родственники у меня в Джамбуле, в Таразе, в Чемкенте. И я от всех закрылась. Со всеми прекратила связь, потому что я не хотела. Я с соседями перестала общаться, потому что я не хотела. Я понимала, что ребенок будет расти, и они увидят. Они увидят, что у меня ребенок инвалид. Это самое. Поэтому я со всеми порвала связь. По мере того, когда Лиза росла, мне нужно было выходить на улицу. Потому что ребенок просится на улицу, ей нужно гулять. Она очень девочка любознательная. Познавать мир, дышать свежим воздухом. И вы знаете, я на себя всегда надевала костюм дикобраза. Потому что мне нужно было пройти с этим ребенком, выпрямив спину, задрав нос выше головы. Так, это достойно. Хотя для этого мне нужно было одевать костюм дикобраза. Вот не то, что южика, а дикобраза. Потому что у нас люди еще не готовы воспринимать таких детей. И вот ты идешь, каждый пытается заглянуть ей в лицо. Пытаются сказать, что она у тебя все время на руках сидит. Поставь ее. Пусть она идет ногами. Вот понимаете? И в это время, в это время, я не знаю. Я такими словами им отвечала, что в последующем люди не просто мне боялись задавать такие вопросы. Люди со мной здороваться боялись, понимаете? Потом домой прихожу и думаю, господи, откуда я такие слова знаю? Откуда я знаю такие слова? Но, вы знаете, это потом, ну, это проходит. Потом у меня, это не только у меня, каждая семья, в которой рождается такой ребенок, они проходят все эти стадии. Потом наступает стадия агрессии. Стадия агрессии, когда тебе все-все должны, все-все обязаны. Да, у меня родился ребенок, инвалид. И теперь вы мне должны. Вы мне дайте это, вы мне дайте это. Вы мне все должны, вы мне все обязаны. В отдел занятости идешь, пинком дверь открываешь. Вы мне должны. У меня страхи то, что когда меня не будет, что с ним будет? Ну, знаешь, печень из пожеланий, пальцем, носок нахриняк. Часто думаете об этом? Стараюсь не думать. Ну, можешь, что тебе это сделать, можешь сказать. Не купил еще, а потом, а еще и дону. Ну, ладно, ты вырежешь, что-то спустя. Стараюсь не думать. Еще знаешь, что еще надо купить, что с неба упала. Ну, ну... Как бы она там не была, когда доньки не было, я всегда вспоминаю слова... Я всегда вспоминаю слова старой монашки. Дочка. Когда я лежала с Лизой в больнице, в Караганде, и у меня не получалось. Ну, у меня не получалось вот пройти регистрацию. И я всегда вот ловила себя на мысли в том, что я вот опять пошла, и у меня опять... И у меня не получилось. А я поехала в Караганду, поехала для того, чтобы пройти регистрацию. И я опять вот... Ну, как вот... Я не была в церкви, я не попросила благословления, да? И я с ней, когда лежала, там в больнице в Караганде, там рядом храм был, там была старенькая монашка. Я пришла с Лизой туда, она у меня в инвалидной коляске была, и монашка мне говорит, «Дочка, она со мной долго разговаривала, и говорит, ты не спрашивай, за что, и не думай. Ты задумайся над тем, для чего тебе дан этот ребенок». И коль, говорит, Господь Бог допустил, что ребенок таким родился, и до сих пор ее к себе не забрал, значит, у этого ребенка есть своя миссия на этой земле. А твоя миссия – помочь ей и на все воле Господа. Вот как Бог даст, так оно и будет.